Когда в автомобиль Жаргала Базарова въехал мусоровоз, он еще не подозревал, через что ему предстоит пройти, чтобы получить страховое вознаграждение. При обращении в страховую компанию ООО «Росгострах» по вопросу выплат по обязательному страхованию, ответ его сильно удивил. После ДТП обратился в страховую компанию «Росгострах». На что мне там ответили? Выплата по ОСАГО производится в Жидинском районе, в Петропавловке. Ну я считаю это незаконно, во-первых, потому что, я не знаю, многие потерпевшие, с кем я разговаривал, которые тоже приходили в эту страховую компанию, тоже выражали свое недовольствие по поводу того, что выплаты вот эти производятся в такой долине. Вообще, это как-то, не знаю, это неправильно, мне кажется. После многочисленных жалоб пострадавших автолюбителей и на страховщиков, ситуацией наконец-то заинтересовалось Управление антимонопольной службы по Бурятии. Там намерены выяснить, насколько законны такие условия выплаты. По результатам рассмотрения заявлений граждан 8 ноября текущего года, бурятским УФАС России было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Росгострах» в части 1 статьи 10 закон о защите конкуренции, в части ущемления интересов страхователей и иных страховых компаний при урегулировании убытков с ООО «Росгострах» по договорам ОСАГО. Очная ставка с представителями страховой компании так и не состоялась. Комментировать ситуацию по телефону сотрудники ООО «Росгострах» наотрез отказались. По телефону мы комментариев не даем. То есть никак по телефону не получится взять, да? Ну а смысл по телефону давать комментарии, то есть это нужная такая достаточно серьезная ситуация. И нужны такие хорошие, грамотные, профессиональные комментарии. Профессиональные комментарии теперь страховщикам придется давать антимонопольной службе. Заседание по рассмотрению дела пройдет в ближайший четверг, 28 ноября. Мы будем следить за развитием событий. Баир Цедыбов, Алдар Домбаев, Вячеслав Батоев, Александр Хомоганов. Первая альтернативная. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...